Всем доброго времени суток и мы продолжаем прохождение охотника на человека, Мэнхант. И на счету у нас уже девятая серия и девятый эпизод. Так что внимание, как говорится, подрати! Субтитры создавал DimaTorzok Ну сука, у меня вылетала постоянно игра, когда я запускал любой эпизод. Эта проблема, в принципе, встречалась у многих, кто играл в Мэнхант ПК-версию, PC-версию. И вот я с ней тоже столкнулся ни с того, ни с сего. Я не знаю, с чем это вообще, почему так оно происходило, но так оно произошло. И пока мне мой друг Пашенди, пацанячик, подсказал, что-то как делать. На самом деле нужно было просто переустановить... Переустановить игру, на самом деле. Так, вот нам показан синий наш друганек. Он синим обозначен. Оранжевым идет враг. Ну, это вы все и так знаете и без меня. Этот сейчас будет враг у нас разворачиваться, и мы должны его быстренько убить с помощью ножа. Сейчас он будет разворачиваться, и все, мы его убиваем. Потому что он подходит к этой тюрьме, к этой камере, и постоянно там что-то, да, вынюхивает, там, сторожит, там, этого... Ну, этого чувачка, и все. Так, а вот и бомж. Серьезно. Ты какой-то бомж, серьезно. Я помню, я помню отрывисто, как очень давно я играл, и, короче, я играл, и помню этого бомжа, я вспомнил. Я даже когда записывал прохождение, сколько там... 16, 16, 16, 16, 16... 6 лет назад, я даже до него не доходил, до этого деда, он показан даже зеленым. Обычно в GTA-шках зеленым цветом обозначается полезный предмет, а тут он обозначается зеленым цветом, хотя он до этого обозначался синим. Трамп, его зовут Трамп, Дональд Трамп, блядь, это Дональд Трамп через 500 лет. Короче, нам нужно его с вами оберегать, его тоже могут спалить, а если спалят его, спали это нас, поэтому в этом вся сложность этой миссии. А мне еще сложно проходить, потому что мне, блядь, может прийти заказ, мне придется тогда уйти, вот, не дай бог, конечно, но... В смысле, не дай бог сейчас, если он придет, заказ в моей работе. Я же, как говорится, рабочий гражданин. Да не суть. Если он придет, то я просто поставлю на паузу и продолжу потом. Для вас это пройдет как одна секунда. Не суть. Ой, блин. А, вот, ааа, ну тут даже легче, чем я думал, то есть, если они его палят, они к нему подбегают, но при этом они не палят меня, и я могу их убить, получается, скрытно. Они же не меня спалили, а его. Да, но прикол в том, что они у него отнимают хпшон. Они хпшон у него, блядь, отнимают. Это минус, это минус. А мы, по-моему, можем его оставлять, по-моему, как-то оставлять его можно. Давайте нажмем таб. Нет, таб это менять оружие. Может быть. Нет. Это тоже менять оружие. Как же его оставлять? Б, что ли, С? Нет. Я не знаю, как-то можно, по-моему, его оставлять. А, вот, 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 все, вот мы его оставили на пробел. Нужно было на пробел нажать. Сейчас-то пусть он за нами. Сейчас-то ладно. Да иди сейчас-то за нами. Хотя, давайте расчистим зону и потом полностью его позовем. Какая разница? Вот. А, блин, надо сейчас его уже спать. Видимо, мы не можем пройти вперед, потому что он не с нами. Follow me. Хех, это какая-то Resident Evil 4 напоминает Сэшли Крэггом. То есть, ну, Сэшли Крэггом была нормальная, как говорится, сексуальная девочка, а это какой-то бомж. Я вообще не понимаю, зачем этому чуваку, который снимает видео про нас вообще, этот бомж. Я вообще этого не понимаю. Так, у нас контрольная точка. Так, давайте где-нибудь его тут спрячем. И всё, там он ходит. Враги. Короче, давайте где-нибудь его тут спрячем. В принципе, его в тёмном помещении тоже никто не увидит, я думаю. Поэтому давайте тут его и спрячем. Да, если он тут просто будет стоять, его не заметят, потому что тёмное помещение. Там, где скрывается кэш, там скрывается этот бомж. Всё. Всё, тут его никто не увидит, потому что тёмное помещение. Так, теперь давайте побежим. Ну чё? Блин, тут их состоится вот три человека. Ну тут, благо, была контрольная точка была, поэтому ничего бояться. Бояться, в принципе, нечего. Давайте чисто постучим кирпичом. Ага, вот они отвлеклись, пошли. Да, только прикол в том, что они пошли все втроём, одновременно. Это минус. Потому что я не могу их одновременно скрыть на всех втроём убить. Ну, в принципе, они могут наткнуться на этого бомжа, в принципе. И тогда будет, на самом деле, печаль, беда. А, они меня не увидят, я же скрытно встаю. Они меня не увидят. Точно, пока я не выйду. Может, они разбредутся. Может, они разбредутся. Они меня увидят все. Это несчестно. Вот он пошёл. Это хреном. Давай, разворачивайся, чувак, разворачивайся. Что это, чувак? Чупакабра? Всё, давай, иди. Иди, давай. Тут главное, резко не пошевелиться, потому что ночная спальня. Да. А, они нас не спалили даже. Ничего себе. А, вон он идёт. Вон идёт, чувак, идёт. Идёт, чувак. Сейчас спалят его, то, что он умер. Не, вообще их можно оттаскивать. Ну, блин, мне до этого просто лень делать это. Ну, типа, это меньше палит. Они меньше что-то подозревают. Но мне просто это лень делать. На самом деле, народ. Поэтому, такие дела. Да, мы идём за этим. Ты иди ты куда-нибудь уже. Ах ты сука! Ты, блядь, шёл прямо, долбоём! Дебил, блядь. Какого хуя я спрятался? Я, как говорил, народ, я буду материться. Если что-то будет плохое, я буду материться. Давайте сбежим обратно. И не отстаёт гангурас. А вот, всё. Всё, отлично. Сейчас мы гуку купьём. Отлично, можно даже обратно уйти. Я даже рад, что можно обратно уйти, в принципе. Так, давай, давай, иди, иди. Сейчас тот вернётся, чувак. Давай, иди уже. Куда-нибудь уже иди. Всё. Всё, давай, иди. Стучи. Чико, чико. Иди давай, ивин, гангурас. Сука. Блин, ты заколебал в меня, блядь, иди, долбоящий. Ты такой. Сука, у меня палец. Да какого хрена, зачем? Мне и так было полное хп, блядь. А-а-а. Ну, столько много скрытых мест, можно поспятаться. Но они уже более внимательны, кстати, стали, народ. Ну, сука, это... Ты сам об мусорку пошёл, дебил! Ты сам в неё пошёл, блядь. Я тут причём, блядь, я не должен был спалить. Скотина. Ну, реально, скотина, но не скажи, ну, посмотрите, какая скотина, а. Успел. Успел на последней секунде, блядь. Ужас. Это капец. Чё хочу сказать, народ. Я, когда у меня игра стала вылетать, чуть-чуть лучше мне сладить, я искал другие версии, но в этих версиях, как назло, не было разрешения Full HD. То есть 1920 на 1080, то есть для моего монитора. Такого разрешения вообще не было. И я поэтому мне только по шенде, пацанячек, подсказал только, и потом только я нашёл. Так, оббегаем дальше. Типа, ну, можно вообще тут его пока что оставить. Я не думаю, что что-то там с ним произойдёт, в принципе. Только я даже так и не пойму, куда нам, в принципе, дальше побежать. А, нам туда надо бежать. Точно, точно, я понял. Смотрим, запоминаем. Там ещё обезболивающее одно. Так, вот даже ещё два обезболивающих запоминаем. Это место. Так, ага, всё, зовём его. Зовём, всё, дальше следующая локация пошла, его зовём. Такие похожие моменты в Рей-4 уже были, наверное, на самом деле. Мы убедим. Всё, пошли, да. Пойдём сначала к пешочкам, потому что... Потому что... Хм, нужно восстанавливать энергию. Блин, капец, кого мы спасаем? Вот, кстати, вот, в тему было бы, если бы... Он нам поручил какую-нибудь девушку поспасти, бы, на самом деле, бегал. Вот это было бы вообще в тему. Какого-то бомжа. Вот, блин, нет стимула эту миссию, в принципе, проходил. Стимула вообще нет. Потому что это бомж какой-то, реально, капец. Ух, всё, бежим сюда, наконец-то. Ну, что-то встал. Пошли. На миллиметр не продвинется, уже нам ничего не доступно, обидно. Так, контроль, точка, сохранение. В смысле, а... А, вот. Так, давайте его тут же сразу же спрячем, вот тут прям. Беги, давай, сюда, иди. Всё, вот. Всё, вот тут его поставим. Вот. Просто нужно не забывать его... Хотя мы и так не забудем его забрать, потому что без него нам не откроется проход в следующую локацию. Так, и тут сразу же, вон, видим, враг. Ух, жёсткий, малый. Тут уже два врага, я вон, вижу. На вскидку, да. Уже два врага. Какой же ты медленный. Это, кстати... Это, по-моему... Нет, да. Либо это эти вот жёсткие псы, либо это какие-то другие враги, по-моему. Я не помню. Это ещё какая-то третья группа. Тут, по-моему, была первая группа. Тут ещё две тех группы. По-моему, есть. Походу, палерно. Ну, то есть, народ, тут всё просто. Жёлтая, жёлтым цветом их маркер, это они в обычном спокойном состоянии ходят. Оранжевым они уже обеспокоены. И красным они тебя спалили. Ну, тебя, кто там играет? Там, Вася из пятого эгэта. Третья, там, из четвёртого эгэта. Я не знаю, кто мы играет. Того они спалили. Вот, собственно, вот так. Наша задача не на самый там какой-то рейтинг пройти, а главное вообще, в принципе, пройти. Бля, это не скрытый. Я уже испугался. Я не спешу. Спешу сильно. Ладно. Так, вот убили, но пока мы этого бомжа, собственно, не забираем. Третье. Третье обезболивающее. Но пока мы играем так, офигительно. Это не как прошлая серия, когда мы там только... Чисто экшоновая серия. Там сложно было убить врагов скрытно. Вот. Там только можно было убить именно перестрелками. То есть, с матума, короче. Еще одна. Тут просто их дофига. Так, давайте сразу, чтобы понять, кто вообще есть, кого здесь нету. Постучим. Извиняюсь, если буду сильно тараторить. Бывает такое. Так. Тут закрыто. Так. Трамп. Дональд Трамп, блядь. Нашли, как называть. Но тогда, когда эта игра выходила, это Трамп еще, по сути, не был на коне. Поэтому, наверное, решили назвать этого бомжа Трамп. Это вообще, конечно, очень странно, что можно, в принципе, бомжа назвать Трамп. Так что-то мне потихонечку стала проседать игра. Ужас. Капец. Иди сюда. Что-то мне проседать игра стала, народ. Ужас. Что делать? Вот он сейчас идет сюда. Надо, чтобы он развернулся. Тогда мы его, собственно, и убьем. Ну, у него, походу, какая-то зона определенная есть, куда он может идти. А куда он идти не может, даже несмотря на то, что он не палит. Так, народ, секундочку. Секундочку, сейчас я обновлю. Обновлю быстренько. Приложение. Чтобы в офлайн не выйти, а то они будут постоянно писать, что офлайн, офлайн. Так, все. Злодея, если что, народ, вас могут палить, короче, по лестницам. По лестницам очень опасно, короче, спускаться, подниматься, по лестницам они палят. Давайте попробуем убить самым красным. Как это будет смотреться со стороны? Нифига себе. Он ему просто глаза попал. И что дальше-то делать? Что делать-то дальше, непонятно. А, сюда идти надо. Надо идти сюда. Так, и тут у нас очередная точка. А, даже еще есть. Тут просто миллиард обезболивающих. Просто будет большим грехом тут умереть, потому что реально дохрена обезболивающих. Ну и жалко, мы отсюда позвать его не можем. В принципе, это логично. Он находится далеко, поэтому мы его отсюда позвать не сможем. Логично. Это было бы слишком тупо, если бы мы могли его отсюда позвать. А где он вообще есть? Где он вообще есть? Бомж-то где? Я не помню, где я его оставил. Надо честно признаться. А, он даже дальше где-то. А, он здесь. Я его даже здесь оставил. Я думал, я его где-то тут оставил, а я его оставил даже еще раньше, чем я думал. Не суть. Так, значится еще третья контрольная точка. Тут их гораздо больше, чем обычно. Мы отбегаем в форму этот самый грузовик. У нас уже заканчивается энергия. Ладно. Ничего страшного, как говорится. Так, ага. Контрольная точка еще. Намотаемся по городу. Идет такой дождь. Проливной, так скажем. И вот вообще не понимаю, как вот вообще во всех играх главные герои не боятся дождя. Ни в GTA, ни в RDR. Они спокойно скачут. Хотя в RDR Redemption, второй части, кстати, довольно заметно, когда идет дождь, прям у главного героя Артур Моргана. Прям вся одежда такая промокшая. Тут прям вообще не сделано. Но эта игра давно вышла, конечно. А RDR, это игра какой-то в 2004 год. А RDR 2019, конец 2019, конечно. Там все продумали. Логично. Это такой начальный рейджевский движок, начальный рейдж. А там уже рейдж такой, современный, в принципе. Не суть. Не будем разглагольствовать. Обходим. Давайте постучим сразу. Нет, никого нету. Ибо никто не откликается. Так что у нас тут. Да уж. Пока ничего. Так, теперь сюда. Ага, блин. Ужас, 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 капец. Печаль, беда. Куда нам его прятать? Прятать, непонятно. А куда нам его прятать? Короче... Бля... Блин. Сука, иди на... Они сейчас его убьют. Ладно. У нас контрольная точка не велика. Короче, все, контрольная точка у нас здесь. Это хорошо. Давайте вот прям путаву и спрячем. Давайте. Где там была скрытная точка? А, вот тут была скрытная точка. Давай иди сюда. Сюда иди. Че ты, блин, там встал? Иди сюда, блин. Да еще поближе подойди. Да еще... Дурак, блин. Ладно, сюда они, думаю, не забегут. Все, да. Тут так тихо, 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 блин. И такие пацаны выбегают от другого, как, не знаю, стая собак, блин. И все. Как стая собак выбегает. Тут вообще кажется, что скрытное место... Тут уже спрятаться не в них. Это обидно. Обидно спрятаться не в них. Это капец. Они все сюда идут. Не, они его не спалят, наверное. Они его спалят, только если они прям на него наткнутся. Тогда они могут его пальнуть. Так они его не спали... Не должны его спалить. Надо, короче, ждать, пока они выйдут обратно. Ага, вот. Бля, хабуха. Сейчас тот выйдет тоже обратно. Да хрен с ним, пошлите просто вперед. Он уже убежал. Давайте хотя бы этого убьем. Попытаемся хотя бы. Ой, блин. Он уходит. Мне уже страшно. Ага, вот он успокоился. Блин, 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 блин. Ски! Ага, сейчас он попадет обратно. Где он? Вот он. Только бы он не убежал бы. О, ну хоть его убить никто, хорошо. И то хорошо, как говорится. Давайте вернемся. Тут там вот внутри было, аж трое. Народ, не прощайте внимания. И когда что-то проседать стало, блин, вот такое бывает иногда. Тут скрытное место, вот. Да, тут скрытное место. Все, мы нашли. Ха, я куда-то побежал. Мудачье. Ты смотри, не повернись. Все, уже поздно. Давайте бежим вперед. Там у нас будет очередная контрольная точка. Давай, давай, не отставай, не отставай, бомж, не отставай, давай, не за нами. Так, все. Столько, столько обезболивающих. Ну, капец. Кстати, здесь нету контрольной точки. Не знаю, о чем это говорит. О чем это может говорить. Так, ага. А тут уже есть контрольная точка. Ладно, давайте сразу постучим. А, нет. Пока никого здесь нету. Хотя я знаю, как они любят резко упрыгивать. Так, давайте, короче, я тут его спрячу. Не, не, не. Он же... Блин, я не знаю, где его спрятать. Давайте спрячем, короче, его... Не знаю. На улице здесь. Ага, тут не скрыт. Тут вообще скрытых мест нет. И где его прятать, я не знаю. Короче, спрячем его тут за угол. И все. Они сюда все равно, скорее всего, не пойдут. Они сюда пойдут только если мы будем убегать в эту сторону. А так, они сюда пойти не должны. Не, пока ничего нету. Пока ничего нету. Так. Шкотина. И что делать? Тут-то раскрытых мест нету, блин, господи, что происходит. Тут скрытых мест нету. Алло. Что за хрень? Шкред какой-то. Пусть у нас убьет. Пусть я как-то хреново начал. Да, я реально начал хреново. Капец. Пусть у нас убьет. Так, и того, давайте я знаю один план, что нужно сделать. Так, давайте просто вернемся обратно и спрячем его там на стройке. То есть, здесь, наверное, спрячем его. Тут можем скрыться? Да, отлично. Тут скрываемся. Тут его оставляем. Потому что там вообще, по сути, скрытых мест нету. Я не знаю, где там вообще его, в принципе, прятать. Ты не забываешь, что кто-то может убьет. Нет. Он просто там стоит, потому что скрытых мест нету. Так. Тут есть один чувак. Ты как кук. А, вот. Ага, отлично. Есть открытное место. Но он сюда просто бы не вместился, поэтому, я думаю, смысла нет. Сюда его прятать? Ему здесь было бы очень сложно, на самом деле, спрятаться, я думаю, да? Давай, давай, давай. Оборачивайся. Еще стучим. Нет, пока ничего нет. Ага. Ага, теперь вижу. Ага. Давай, привлекайся. Ну что такое-то? Кретин какой-то вообще нет, нет, не откликается. А, он там, он со стеной стоит. Давайте отсюда позовем его. Во, все-все, теперь он откликнулся. Видимо, он был слишком далеко. Хотя, ха. Он за стеной, он даже как бы что-то слышит. Он просто прямо, прямо пройти не может, потому что он наверху здесь. И что делать дальше? Где он вообще есть? Я его по карте вижу, а по факту я его не вижу. Где ты, чувак? Я вообще ничего не понимаю, он где-то ходит, я его не вижу. Это как вот с автобусами. Знаете, когда по Яндекс.Картам смотришь, автобус подъезжает, да, на остановку. Он по карте подъезжает, а по факту его нету. Как будто он невидимый. Это вот то же самое абсолютно. Здесь у него еще оружие идет налево. Йокараны, бабай. У него еще и оружие. Блин, народ, капец. У него определенная, короче, у него определенная траектория. И он дальше идти не будет, видимо. Поэтому его нужно ловить. У него еще огнестрел какой-то. Сука! Как это? Скотина, блин. Так, давайте, я уже знаю, где, в принципе, его спрятать можно. Чтоб туда не возвращаться. Его можно спрятать, получается, здесь. Давай, подойди поближе. Вот поэтому я тут не люблю его прятать, вот именно из-за этого. А, все, вот он пускатался, отлично. Я не оставлю тебя жив, чтобы он был в текущем. Где этот чел? Ага. Все, нормально. Эту тактику я понял. Если мы еще раз проиграем, то я тогда перемотаю этот момент. А пока он там оглядывается, я... Пока он оглядывается, я обновлю свою программу. Мне неудобно. Он слишком быстро обернулся. Знаете, сложно два дела одновременно делать. И работать, и играть. Как говорится, сложно, но можно, да. Ах ты, скотинка. Ты сюда все равно не побежишь, кретинка. Он сюда не бежит. Вот, вот, вот он, минус. Вот он, этот минус. Ага, он не побежит. У него стоит скрип. Он не может выбежать с этого, с этой точки. У него скрип стоит. И мы не успеем даже до него дойти. Так, короче, надо как-то с другой стороны подкрасться. Я не знаю, как это сделать, но... Но не но. Тут только один путь туда. А он, блядь, встал и стоит. И-то капец. Блин, там еще... Ой, ужас, ой, ужас. И у него еще дробовик. Вы это видели, народ. Главное, чтобы он сейчас не обернулся. Ага, он обернулся, блин. Капец, у него еще дроботан. Вот, мы у него заберем дроботан. И у него дроботан заберем и убьем того. И того убьем, точно, вот. Я тебе это понял. Все, мы у него дроботан забрали. Винтовку. Да, и мы эту винтовку убьем того придурка. И поищем, может здесь есть... Нет, здесь только обезболивающее. Может тут... Короче, дроботан очень мощный. Мы можем с первого раза его убить. Все, надо все быстро просто такого сделать. И все. Все, теперь зовем нашего... Бездомного дружбана. И... И бежим дальше. Что делать? Это уже длинная миссия, на самом деле. Даже мой короче. Не суть, а просто... Не упускаем его из виду. Потому что он постоянно отвлекается. И все. Какое-то кладбище уже пошло. Да уж. Так, давайте сразу оставляем его здесь. Я уже слышу... Блю этих самых... Людей. Так. Блин. У них у всех дрободаны. Капец. У них дрободаны у всех, народ. А, нет. У этого пистолет. У этого пистолет. Давайте просто подождем. Ну, тут уже враги посложнее пошли. У тех было оружие ближнего боя. У этих уже дрободаны. Уже ма... Пистолеты. Тут самое еще важное. Стрятать удачно этого друга. Нашего. Черт. Блин, меньше колебаний для рекламы. Но уж я не буду менять. У меня больше из-за оружия ближнего боя ничего нет, кроме стекла. А стекло оно одноразовое. У меня дрободаны. Мне незачем их маун. Тут надо найти место. У них три! Три, Карл! У того тропотан! Я уже кашляю даже, капец. Их трое! Ужас, ужас, ужас. Ужас. Давай, убивай его! Подайте поближе. Ну что, он так бьет, как будто он... Человека убивает, наверное. Вот, все, тихо, 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 тихо. У этого обычный махнум. Так, ага, отлично. Ага, все. Отлично, он отвлекся. Блин, вот с этими поосторожней надо, потому что... Блин, капец какой-то. У них у всех огнестрел. Это ужас. Он двоих спалил, ну как бы, ну да. Полевый дружбан. Главное сейчас резких движений сильно не делать. Ага. Все. Да побыстрее так им подходили. Все, хорошо. Лучше бы у него дрободан бы был. Нам у него дрободан больше нужен. Я так и не понимаю, почему можно махнум обменять на нож. Если это два разных типа оружия. Это ближнего боя, а это огнестрел. А в чем, блядь, прикол? Я этого не понимаю. В чем прикол? Так, ага, зовем нашего бомжика. И бежим вперед. Тут какие-то кладбищенские делишки происходят у нас. Так, быстро и бить. Ага, походу уже конец уровня, мне кажется. Да. Его куда-то доставили. У нас, ну, рейтинг такой, гневенький. Прошли за 40 минут. Сохраняем. Следующий слот. Итак, мы сохранили нашу игру. У нас был 9 эпизод. И, в принципе, по счету 9 серия. Вообще, в принципе, этой игры на моем канале. В общем, надеюсь, вам она понравилась. Было что-то новенькое. Была смешка врагов разнаброс. И ближнего боя сначала, и с огнестрелом. Некоторые вообще были заскриптованы. По одному пространству ходят чуть-чуть. И даже не добегают до тебя, чтобы тебя убить. Вот. Короче, разные враги были. Тут кое-что новенькое. Нам надо было с этим бомжиком ходить. Это было непросто. Точнее, это было, на самом деле, не сложно. Тут просто сложность в том, что долго потом за ним бегать туда-сюда. С ним дальше идти по сюжету. Потому что надо было за ним возвращаться. Где-то его оставлять. И прочее. Поэтому, я надеюсь, вы оцените это видео лайком. Вот. Это была девятая серия. Я желаю вам всем, народ, удачи. Всем успехов. И тебе, Пашенди, пацанячек. Всем удачи. Всем пока. Увидимся в следующей серии. И я рад, что эту серию мне удалось наконец-то записать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok